Лапы и клыки редких зверей, наконечники стрел возрастом в тысячу лет, синтетические наркотики и китайская паленка. С 1993 года региональный филиал Дальневосточного таможенного управления в области криминалистики и экспертизы работает день и ночь, чтобы доказать или опровергнуть контрабандный статус товаров, предметов ручной клади и всего того, что пересекает границу Российской Федерации. Спустя 25 лет, уверены сотрудники ЭКС, им есть чем похвастаться и что показать. С этих пор мы развились из маленькой лаборатории, арендующей всего два помещения в Институте химии в ДВО РАН и имеющей в своем штате около 10 экспертов до большого, мощного экспертного подразделения. Из самих экспертов значительно прибавилось. Около полусотни специалистов вкуп из дюжины подразделений составляют костяк экспертной криминалистики, не знающей конкуренции во Владивостоке. Немалый вклад в результативность лабораторий вносит и большой парк дорогостоящего и сложного аналитического оборудования. Молекулярно-абсорбционные спектроскопы, масс-спектрометры и прочие высокотехнологичные девайсы, цена которых миллионы и миллионы рублей. Особенно тонкая аппаратура используется, когда нужно узнать природу веществ и изделий, которые контрабандно везут предприимчивые граждане из-за рубежа. Некоторые из вышеперечисленных приборов помогают экспертам понять, что перед ними за вещество, какой частоты и пропорции, и каковы его свойства. Это прежде всего метод, который позволяет идентифицировать. Не количественно определять, я считаю, но в моем понимании, а все-таки именно идентификация. Помогает обнаружить теле, мясо. А привели примеры, какие из последних, как обычно это происходит? То есть привозят вам вот... Ну вот в данном случае, смотрите, необычный объект, вот у нас янтарь. Вот. И мне надо подтвердить, как бы сказать, что да, это натуральный янтарь, а не, допустим, какая-нибудь канифоль и смола. Экспертизой несколько другого рода занимается этот сотрудник. Он специалист в области контрафактных находок, представляющих историко-культурную ценность. Вот эти, на первый взгляд, неприглядные побрякушки уже сейчас, по мнению экспертов, практически бесценные памятники культуры и быта. Некоторые находки, например, наконечники стрел, использовались кочевниками, жившими на землях Китая с VI по XII века. К слову, археологические гостинцы пытался пронести в страну гражданин Поднебесной. В обычном рюкзаке, пешком через границу. Ну мы, конечно, не суперэксперты, поэтому мы, конечно, ну вот я в частности консультируюсь с специалистами, ну музейными работниками. Я с этой коллекцией обращался в Институт истории и этнографии народов Дальнего Востока, специалистам по Средневековью. Но есть в лаборатории дальневосточных таможенников и специалисты, которые сталкиваются, пожалуй, с самым популярным видом контрабанды. После животных дериватов, конечно. Это, что неудивительно, алкоголь. Причем по поводу китайской водки, в отношении которой у населения сложилось положительные стереотипы, эксперты советуют быть вдвойне осторожными. Ведь даже если не принимать во внимание плохое качество и несоблюдение норм производства, контрабандисты нередко прибегают к маркетинговым хитростям ради реализации своего дурманящего продукта. Китайскую водку стали возить под видом питьевой воды. И она даже упакована в групповую упаковку, запаяна термоусадочной пленкой прозрачной. Прикетная водка? Да, конечно. И с виду абсолютно вид создается, что это питьевая вода. Рассказали сотрудники экспертно-криминалистической и о наркотиках, а также о том, почему становится сложнее находить и доказывать контрафактность все новых и новых видов синтетических веществ психотропного действия. Ну, потому что их очень много и производство, наверное, идет вперед, чем контроль. На самом деле сейчас внесли такие, вот уже года два назад, изменения в списке наркотических. Там вещество указано, и добавили, и его производные. То есть мы теперь можем посмотреть, вот наше вещество, которое мы получили, да, оно будет являться производным наркотического средства, которое в списке. За четверть века своего существования экспертно-криминалистическая лаборатория не раз доказывала свою состоятельность, а пользу от ее работы трудно переоценить. В будущем, уверены эксперты, арсенал службы будет лишь пополняться, и не только технически, но и кадрово. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.